Какие пожелания по стрижке у вас? Предупредительность – главное качество мастера. А сегодня в этом салоне с клиентов не только деньги не берут, но и подарки после стрижки вручают. Мы отводили ребенка в другой парк вершов за деньги. Это было для бюджета достаточно сложно, скажем так. А сейчас это бесплатно. Идею подарить юным видновчанам новые прически к лету воплотило Управление опеки и попечительства по Ленинскому району совместно с владельцами одного из барбершопов. На входе в салон расположена фотогалерея. Как правило, здесь размещают фотографии известных людей, посетивших заведение. Но в данном случае мы видим в том числе снимки с прошлой акции, которая была приурочена к 23 февраля. Тогда акции остались довольны все. Накануне Дня защитника Отечества новыми прическами обзавелись 30 детей из замещающих семей. Замещающие семьи – это у нас дети, находящиеся под опекой у родственников, в приемных семьях, усыновленные дети. Сегодня тоже уже записалось больше 20 детей. Я думаю, в течение дня как раз данный салон всех детей приведет порядок. Те, кто ждет своей очереди, могут посмотреть мультфильмы или полакомиться сладостями, поиграть или порисовать. К наплыву гостей в салоне готовы. Выслушав пожелания, мастер приступает к работе. Клиент приходит, однозначно нам говорит, показывает какие-то фотографии, но это не всегда совпадает с формой головы, со структурой волос. Поэтому, ну, всегда индивидуальный вопрос. Ну и какая-то, я понимаю, так, доля вдохновения во всем этом есть? Само собой, это в первую очередь. В первую очередь вдохновение. Над некоторыми прическами мастера колдует довольно продолжительное время, но клиенты не в обиде. Процесс происходил долго, меня так никогда не стригли. Прикмахер сказал, отлично, особенно прикмахер, который меня стриг. Новую прическу будет кому показать. В День защиты детей Управление опеки и попечительства организует поездку юдных югновчан в Домодедово, где состоится хоккейный матч с командой из детского дома «Непоседы». Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ.